Добрый день! Как меня слышно? Напишите, пожалуйста. Отлично. Приступим к нашему вебинару. Сегодня мы продолжим знакомиться с оборудованием TGNET, а именно рассмотрим управляемые коммутаторы L2, L2+, и L3 коммутаторы. Также, чем они отличаются, продемонстрирую вам веб-интерфейс, команд-лайн-интерфейс и сценарий использования, где можно устанавливать, кому предлагать. L2 коммутаторы без поддержки POE начинаются с линейки S3500 в различных модификациях. То есть все линейки, которые выше 3500, далее идет 53-я, 5300 серия, L2+, коммутаторов 55-00 серия и так далее. На данный момент компания E-Primatica поставляет на рынок только три линейки коммутаторов, которые вы видите на ваших экранах. Но линейка производителя на самом деле гораздо более широкая, поэтому если заинтересуют коммутаторы с расширенным функционалом, с поддержкой протоколов, которые не поддерживают данные модели, то я думаю под заказ можно поставить. Также есть серия POE коммутаторов L2 с гигабитными портами, с Fast Ethernet портами и неуправляемые простые POE коммутаторы, но мы в данном вебинаре их рассматривать не будем. Чем же отличаются L2 коммутаторы от L2 плюс коммутаторов и от L3 коммутаторов? L2 плюс коммутаторы работают в одном сети, то есть работают с кадрами на втором уровне модели IC. Для них неважна логическая адресация, то есть IP адрес, они работают с MAC адресами оборудования. В L2 плюс коммутатор добавлена функция static routing, по сути это уже L3 коммутатор, но с ограниченным функционалом. Полноценный L3 коммутатор уже поддерживает функции протоколы WSPF, ну и также статичную маршрутизацию, более расширенный функционал. Также L2 плюс коммутаторы поддерживают multicast routing, и я думаю это будет интересно тем, кто работает с провайдерами, самим провайдером, при предоставлении услуг IP телевидения и интернета. Возможны схемы использования коммутаторов. Коммутаторы Tingenet поддерживают полный функционал L3 коммутаторов и L2 коммутаторов, которые предоставляют на рынке другие производители данного оборудования. То есть можно использовать более старшие серии 53, 53, 55 серии на уровнях агрегации, на уровнях промежуточной агрегации. По и коммутаторы используются, как правило, на уровне доступа. Уровень доступа – это самые ближайшие коммутаторы к клиенту, к которым подключается устройство, будь то либо компьютер, либо точка доступа, камера и так далее. Уже коммутаторы уровня доступа подключаются к коммутатору агрегации, на котором может быть настроена маршрутизация, static routing, либо, например, если это сеть провайдера или какой-то крупной организации, где настроена маршрутизация динамическая OSPF, либо даже BGP, RIP, либо ASIS. Там уже устанавливаем коммутаторы с поддержкой данного функционала. На картинке вы это видите. На узлах промежуточной агрегации возможно использование серии 3500, либо 5300. На узлах агрегации рекомендуется использовать коммутаты 53, либо 55 серии. Там возможно создание интерфейса VLAN-ов, поддерживается функция IP routing, то есть из L2 коммутатора. Коммутатор превращается в L3. Ощуществляется маршрутизация между сетями. Функция полезна даже для малых офисов. Там, где системный администратор хочет ограничить, разделить сети, например, бухгалтерии отдать, создать одну подсеть для руководства, другую подсеть. Это все можно осуществить с помощью интерфейса VLAN-ов. А далее уже на коммутаторах более низшей модели это 3500, либо по их коммутаторам просто принять пиланы с коммутатора агрегации и направить их на нужный порт. В данном случае используем маршрутизатор с таким набором функций необязателен. Достаточно использования простого домашнего роутера, подключенного к коммутатору, агрегации, настройка связанности и настройка дефолтного маршрута на данный маршрутизатор. В данном случае интернет у всех будет работать. А уровни доступа можно настроить с помощью акцесс-листов. Акцесс-листы тоже поддерживаются всеми коммутаторами. Следующая картинка будет интересна провайдерам. Она отображает использование коммутаторов TGNET на уровне доступа с функцией, с настройкой GMP Snooping. В настоящее время практически каждый провайдер предоставляет расширенный набор услуг. Помимо интернета это возможно предоставление телефонии, IP-телефонии. Также много провайдеров предоставляет услуги IP-телевидения. Поэтому необходимо поддержка функции либо IGMP Snooping, либо MVR Multicast VLAN Registration для предоставления клиенту этих сервисов. Также коммутаторы поддерживают Voice VLAN для приоритизации голосового трафика. Давайте теперь ознакомимся с веб-интерфейсом, с настройками данного оборудования. Управлять коммутаторами можно как с веб-интерфейса, так и с помощью командной строки через TELNET. Также коммутаторы имеют порт-консоль, с помощью которой можно подключиться локально и сделать какие-то первичные настройки. Веб-интерфейс выглядит так. Первоначальная страница, где вы можете посмотреть модель коммутатора, серийный номер, MAC-адрес, время. Вся необходимая системная информация сразу перед глазами. В верхней части экрана статус портов. Данный коммутатор это 53 серия с SFP портами, поэтому они отображаются как SFP модуль. Активные порты, в данном случае это комбо-порты, они Ethernet-овские. Вот поэтому отображаются как Ethernet-порт, LAN-порт обыкновенный. Несколько меню, это девайс статус, систем конфиг, порт конфигурэйшн. Расширенные настройки, настройки безопасности, настройка управления. И функционал по перезагрузке оборудования, сбросу в дефолтной настройке, обновлению по экспорту или импорту конфигурации, диагностика пинга. С точки зрения конфигурации и администрирования, думаю, со мной администры и инженеры согласятся, что удобнее все-таки настраивать коммутатор с помощью командной строки. Поэтому давайте подключимся к Telnet. Если будут какие-то вопросы по веб-интерфейсу, то задавайте. Дефолтный логинный пароль админ админу коммутатора Коммут-лайн интерфейс напоминает цисковский. Это даже очень хорошо, потому что не составит труда любому инженеру, который когда-либо сталкивался с оборудованием циска, даже не имея определенных сертификатов, провести элементарные настройки. Подключиться, настроить. В режим конфигурирования также заходит как и на циск оборудование, конф-т, конфигур, терминал. Коммутаторы понимают сокращенные команды. Также кнопкой Tab можно продолжать команду. Заходим в режим конфигурации. Здесь можно настроить HostName. Кнопкой Shift вопрос выводится в список возможных команд. Основная конфигурация это наверное настройка VLAN создание VLAN допустим давайте создадим VLAN 111 можно присвоить ему имя например VLAN для голоса VoIP все VLAN создан также прокинем его на порт команда VLAN Showrun так же как и на циска мы можем просмотреть текущую конфигурацию оборудования здесь здесь уже у нас созданы в тестовом режиме несколько интерфейсов VLAN VLAN то что я говорил ранее это коммутатор L2 плюс он уже поддерживает создание интерфейса VLAN также осуществляется роутинг между этими сетями вот также можно настроить статичные маршруты например сейчас я вам покажу выходим в режим конфигурирования например интерфейс данная модель поддерживает 4 интерфейса на скорости 10 гигабит настройка VLAN осуществляется аналогично циска прост и понятна режим порта то есть транк либо акцесс давайте свитчпорт моды транк свитчпорт транк алоэ VLAN и добавляем необходимые VLAN наш VLAN давайте первый добавим и у нас еще есть 25 и 20 все довольно просто здесь также я настроил спанинг 3 а именно мультипл спанинг 3 мст проверил совместимость другим оборудованием то есть полностью все протоколы совместимы стп рстп мстп и работает с производителями другого оборудования проблем с этим не возникает если вдруг у кого-то есть вопросы можно ли агрегировать оборудование TGNN с другими производителями не будет при этом каких-то проблем давайте 22 порт настроим акцесс на спичпорт акцесс лан допустим 111 модель акцесс exit exit просмотрим конфигурацию вот наш здесь отображаются созданные гланы их имена уровни доступа созданные создается также есть привилегированный режим если привилегированный режим не указан тогда чтобы зайти в режим enable на коммутаторе для настройки используется enable пароль который также здесь можно задать вот функция пироутинг которая у нас включена для маршрутизации вот дефолтный маршрут у нас на наш маршрутизатор вот я упоминал что коммутатор коммутаторы поддерживают MVR Multicast VLAN Registration для предоставления услуг IP телевидения абонентам эта функция совместно с функцией IGMP Snooping будет просто необходимо для провайдеров Spanning 3 также оборудование поддерживает DHCP Snooping для защиты от DHCP Snooping служит для защиты сети от злоумышленников которые например могут раздавать или получать IP адреса занимать весь пул здесь настраивается доверенный порт которому мы доверяем который может принимать пакеты DHCP сервера с других портов какой-то псевдо DHCP сервер уже нашим устройствам IP адреса раздать не сможет тоже полезная функция также коммутаторы поддерживают Link Aggregation протокол для объединения нескольких физических интерфейсов в один логический тоже довольно полезная функция наиболее часто используемая ну собственно пробежались по основным командам которые наиболее часто используются в построении сети продемонстрировал вам веб-интерфейс командную строку если есть какие-то вопросы по коммутатору задавайте спасибо за внимание до свидания до 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 до